Давайте продолжим разговор. Давайте продолжим разговор. Для того, чтобы понять, в чем суть парадокса, давайте я сформулирую еще два понятия, определение двух понятий. Это социальный капитал и гражданская культура, которые нам понадобятся в дальнейшем, коль скоро разговор у нас именно про культуру. Социальный капитал, не всегда, но часто в экономике понимается, как способность группы действовать коллективно ради достижения какой-то общей цели, которая одновременно выгодна всем, но которую в одиночку достичь нельзя. Он, начиная от самого банального, организовать кому-нибудь день рождения или поехать на пикник, требуется коллективное усилие, или организовать какой-нибудь ресерс-семинар, и заканчивая предоставлением общественных благ, типа образования, здравоохранения, национальной обороны. Один человек в одиночку не может профинансировать предоставление общественного блага, коллективно все могут. То есть каждый должен каким-то образом поучаствовать. Вот если не нужно делать принуждение, то есть если люди действуют самостоятельно, осознавая свою ответственность за эту общую цель, то мы говорим, что уровень социального капитала в такой группе высокий. Вообще же сама проблема, связанная с тем, что люди не всегда коллективно могут достичь какой-то цели, называется проблемой коллективных действий. То есть социальный капитал – это способ решения проблемы коллективных действий. Про проблему коллективных действий есть классическая монография Мансура Олсона, которая называется чуть-чуть не так, но я сейчас не помню точное название. Там как раз в заголовке присутствует коллектив, коллектив экшн. Собственно, благодаря в том числе и ему идея социального капитала и коллективных действий распространилась в экономике. И я оставляю здесь ссылку на нее, в слайдах ее нет, но я просто ее упомянул. Откуда берется социальный капитал? Ну, иногда социальный капитал, естественно, не работает. Допустим, мы не можем полагаться на коллективные действия внутри, не знаю, огромной страны. Вот в России там 145 миллионов человек. Вряд ли они могут все соорганизоваться и что-то совместно сделать. Их слишком много. И что еще важно, что есть факторы социального капитала, что на самом деле принадлежность к этой группе и осознание ответственности за достижение этой цели, она очень тесно связана с факторами социального капитала. В первую очередь с уровнем доверия. То есть, если вы не доверяете друг другу, то коллективно действовать вы не сможете. С чувством ответственности за то, что перед вами стоит какая-то задача, вам надо коллективно решить. Со взаимностью, это называется reciprocity по-английски. И с силой или с плотностью социальных связей. То есть, насколько тесно люди взаимодействуют друг с другом. И все эти факторы определяют на то, насколько люди способны вообще к такому коллективному участию. Ну и понятно, что местное самоуправление, оно во многом ориентируется на вот такой социальный капитал. То есть, оно очень сильно зависит от того, насколько люди чувствуют вообще ответственность за все, что происходит вокруг. Ну, надо прийти на выборы, надо проголосовать, надо потом потребовать коллективно от правительства, которое они избрали от депутатов, от мэра, от кого угодно, чтобы они работали, они занимались ерундаю, чтобы они находились на рабочем месте, решали какие-то проблемы, которые возникают. И просто так ответственность, то есть, подотчетность правительства, она не возникает. Если уровень социального капитала достаточно низкий, то и правительство вполне возможно будет работать хуже, чем мы могли бы ожидать. И вот civic culture, которая определена в последнем абзаце, или civicness, то есть гражданственность, гражданскость, или гражданская культура, ее тоже можно рассматривать как форму социального капитала, только применительно к публичной сфере. Например, политическое участие, когда вы ходите на выборы, голосуете и потом что-то требуете от этого правительства. Вы ходите к депутатам, пишете запросы, петиции, участвуете в референдумах, сами организуете эти референдумы. Ну, допустим, не знаю, пример можно поставить, будет Лос-Анджелес, где там проводятся постоянно референдумы про всякие вопросы, это одна из форм прямого политического участия. Когда людей спрашивают, что они хотят, они как-то выражают свое мнение через эти референдумы. Это тоже гражданская культура, это тоже социальный капитал, поскольку нужно чувствовать ответственность за вот эту общую задачу, не знаю, за предоставление общественного блага или за что-то еще. Если вы небольшое сообщество, допустим, живущее на какой-то территории, то у вас, скорее всего, будут и плотнее социальные связи, вы, возможно, знаете, более-менее всех активных людей вы там знаете, вы всеми взаимодействуете, постоянно с ними общаетесь. И, естественно, уровень доверия. Если вы доверяете друг другу, то вам действовать в этом случае легче. И доверяете органам власти, то вам проще решать очередние проблемы. То есть оказывается, на самом деле, что вот этот уровень социального капитала, который возникает не из каких-то формальных институтов, не по приказу государства, а из взаимодействия людей, еще иногда употребляет термин grassroots, social capital. То есть grassroots – это как бы корни травы, то есть прямо от земли. Он оказывается очень важным для того, как будет работать правительство. Поэтому почему это называется парадоксом социального капитала? Потому что более успешную работу правительства в одних регионах Италии объясняют как раз более высоким уровнем социального капитала. Потом именно так попытался объяснить этот парадокс. И, соответственно, более высокий социальный капитал, более высокая гражданская культура на севере, и на юге она более низкая. И поэтому там правительство работает хуже, люди недовольны. И почему они требуют больше правительства? Потому что они считают, что правительство недостаточно участвует. То есть, на самом деле, их требование не столько больше плохого правительства, сколько больше правительства, которое поправило бы то, что работает плохо. И объяснение... Очень шумно, спасибо. И объяснение, на самом деле, оно опирается на культуру, как уже видно из самой терминологии. То есть, надо теперь поставить вопрос, а откуда берется вот эта культура низовая, которая позволяет тем демократическим, казалось бы, на первый взгляд, институтам, которые вводятся центральным правительствам, работать в одних случаях лучше, а в других случаях хуже. И попытка написать эмпирическую работу, эмпирически проверить вот эту гипотезу, которую высказал Роберт Патман, она была притянута вот в этой статье. Все те же узнаваемые фамилии, типа Гуиза, Сапиенци, которые так и называются, long-term persistence. То есть, снова возникает вот этот термин persistence, устойчивость. Но в данном случае это будет устойчивость культурно, а не институционально. Их идея состояла в следующем. Они решили посмотреть на то, каким образом нынешний социальный капитал и гражданская культура связаны с поздним средневековьем. Вот я уже пару слов про это сказал. В позднем средневековье на юге Италии существовали очень богатые, на самом деле, города, очень богатые территории. И юг в целом был богаче, чем север. То есть, он был более экономически развит. Сейчас, наоборот, юг менее развит. И в том числе экономический, чем север. И такое, на самом деле, очень часто бывает, что если вы смотрите на давние периоды истории, где у вас есть очень сильное, централизованное, не знаю, какое-нибудь рабовладельческое, авторитарное, как вы хотите, государство, оно часто в истории бывает развитым сильнее, чем какие-нибудь государства, где вот такого рабовладения или авторитаризма нет. Например, Гаити, допустим, которая до начала 19 века была самой богатой, по-моему, вообще страной в мире. А на протяжении последних двухсот лет остается самой бедной. То есть, меняются обстоятельства, общество почему-то не может приспособиться к этим меняющимся обстоятельствам. Но, в отличие от юга, на севере Италии существовали вот эти самые свободные города, самоуправляемые. Ну и как-то нетрудно догадаться и нетрудно предположить, что, наверное, вот это самоуправление, оно должно было сказаться через столетия путем вот этой культурной трансмиссии, через передачу ценностей отношений, через передачу убеждений к следующим поколениям, сказаться на сегодняшнем уровне социального капитала и гражданской активности. И они рассуждались следующим образом. Они опирались не только на экономическую, но и на психологическую литературу, то есть на исследования в области психологии. И они связали вот эти вот свободные города, городское самоуправление через понятие, которое здесь написано как self-efficacy. То есть убежденность в том, что вы своими усилиями можете добиться результата. Там инициативируют сразу несколько работ различных психологов и говорят, что если уверенность в собственных силах выше, то в этом случае через передачу этой уверенности последующим поколениям, передачу этой убежденности, вы влияете на то, что это повлияло в свою очередь на то, что происходит сейчас. Но если вы уверены, что своими усилиями вы можете добиться больше, то это сильно облегчает вам взаимодействие, потому что вы гораздо легче вступаете в эти коллективные действия, потому что все члены этой группы или сообщества, они уверены, что своими силами они чего-то могут добиться, что у них все получится. И они действительно используют различные меры гражданской культуры, которые есть уже в литературе, которые были в других исследованиях по Италии. Я вот их перечислил в предпоследнем абзаце. В частности, они оценивают уровень гражданской культуры не напрямую, то есть они не пытаются его измерять каким-то образом через прямые показатели. Они смотрят на так называемый outcomes, то есть на меры, которые являются как бы результатом, или должны являться результатом более высокой гражданской культуры, более высокого социального капитала. Но в частности, это количество некоммерческих организаций на душу населения. То есть некоммерческие организации, они в основном носят социальный характер. И если их много, значит люди в них участвуют, значит там уровень социального капитала выше. Это донорство. Ну, в первую очередь, донорство крови и органах тоже. Но они оценивают это по количеству, да, сданной кровью, по количеству организаций, которые вообще занимаются этими вопросами. А donation of blood – это такая стандартная мера социального капитала, как бы внутренней причастности к тому, что происходит в обществе. Человек ведет себя альтруистически по отношению к обществу, поскольку он считает, что вот эта задача, сдача крови, она ему очень важна. И это, в общем, даже можно наблюдать в повседневной жизни, если у вас есть такие знакомые, которые добровольно сдают кровь. Я, по крайней мере, знаю нескольких таких человек. И последняя мера – это частота списывания на национальном экзамене. То есть они смотрят, как школьники, которые сдают экзамены, как они себя ведут во время экзамена, пытаются они списывать или нет, пытаются ли не обманывать в экзаменаторах или не пытаются. Это тоже мера, в общем, косвенная мера социального капитала. А вот self-efficacy measure, то есть убежденность в том, что ваши действия что-то решают, они меряют по результатам опросника, который включен в вот этот национальный тест. То есть школьники восьмого класса проходят вот этот тест комплексный, и там в том числе есть опросник о том, как они воспринимают в жизни те или иные негативные и позитивные ситуации. То есть атрибуцируют они, связывают они их с внешними обстоятельствами или со своими собственными усилиями. И то вот это отношение к различным жизненным обстоятельствам, оно позволяет косвенно судить об этой self-efficacy. Ну, даже напрямую, на самом деле, о self-efficacy. И у них получаются все те же самые замечательные исторические корреляции, которые мы видели в статье о 7-м углу Джонсона Робинсона. То есть они действительно показывают, что это self-efficacy современный очень сильно коррелирует с наличием самоуправления когда-то в городах. В свою очередь self-efficacy коррелирует с гражданской культурой и социальным капиталом. И поскольку вряд ли современные школы или современные институты влияли на самоуправление в прошлом, то все те же самые рассуждения позволяют нам сделать вывод о том, что действительно вполне возможно, что современная культура и представление о том, что от наших усилий что-то зависит, очень сильно влияет на накопление социального капитала и на уровень гражданской культуры. Просто благодаря тому, что вот когда-то в истории так получилось, что там возникли вот эти свободные города, где было это местное самоуправление. И это вот просто пример статьи, показывающий, как можно работать с такими вещами, как культура, и как можно пытаться идентифицировать эффект культуры и пытаться объяснять успешность или неуспешность тех или иных институтов, которые вы водите культурными причинами. То есть общий вывод примерно такой, что культура института действительно взаимодействует. То есть институты важны для экономического роста, в частности, во многих случаях важна демократия, поскольку она влияет напрямую на экономический рост. Но каким образом эти институты будут работать, очень сильно зависит от культуры людей, которые являются довольно-таки устойчивыми. Несмотря на то, что она является устойчивой, она, тем не менее, меняется от поколения к поколению постепенно, то есть она медленно эволюционирует, но, тем не менее, она важна. И вот это взаимодействие тоже важно. То, что я вам хотел рассказать про фундаментальные причины роста, я рассказал. Если есть вопросы, то задавайте. Если нет, то у нас остался совсем небольшой кусочек от этой лекции. То есть у нас на экономический... Ну, как бы я пытаюсь построить цепочку. То есть у нас на экономический рост очень сильно влияют институты, а вот на сами институты у нас очень сильно влияет культура. Так? А сама работа институтов, то, как они будут работать, тесно связана с культурой. То есть культура видоизменяет. И культура причем видоизменяет одновременно и работу институтов. Вот, например, если вы пытаетесь вести местное самоуправление, оно почему-то не работает, потому что люди не участвуют в нем, им все равно. Это культурная причина. То есть, с одной стороны, вроде бы мы говорим про то, что демократия должна сработать и должна стать лучше, а она не работает, потому что люди не верят в то, что они могут что-то поменять. То есть, если вы зададите вопрос, допустим, российским гражданам, многим избирателям, они скажут, от нас ничего не зависит. То есть, у них тоже такая апатия у многих. То есть, на выборы ходить не стоит, голосовать не стоит. Демократия не работает. Зачем все это нужно? То есть, смотрите, если теперь обобщать то, что я сказал, на самом деле экономический рост, культура и институты — это три очень важных, больших переменных, которые между собой взаимодействуют. То есть, вот из всей предыдущей лекции, на самом деле, можно сделать вывод, что если мы из этих трех переменных возьмем какие-то две, то у нас обязательно найдется какая-нибудь теория или гипотеза, которая покажет, что есть влияние в ту или иную сторону. Модернизационная гипотеза говорит, что экономический рост трансформирует институты. И это правда. Такое встречается. Экономический рост меняет культуру. Это тоже правда. Потому что, например, если у вас есть экономический рост, население переезжает в города, то деревенская культура меняется на городскую. Или, допустим, если у вас есть экономический рост, меняется предпочтение относительно детей. То, что мы разбирали на семинаре, и в модели у нас была модель экономики семьи — это пример такой трансформации. То есть, предпочтение относительно детей падает. Это влияние на культуру, которая потом, в свою очередь, сказывается на экономическом росте. Допустим, у вас население стареет, рабочей силы становится меньше. Институты связаны с культурой, как только что мы видели на примере Роберта Паттнума, на примере Италии. И так далее. То есть практически по каждой вот этой связке есть какая-нибудь эмпирическая работа, которая показывает, что действительно такая связь существует. То есть правильный взгляд на всю эту ситуацию, наверное, такой, что у вас есть вот эти три переменные культура, институты, экономический рост, но сюда можно добавить еще географию, на самом деле, географию и ресурсы. Ресурсы не меняются, а все остальные три переменные, они эволюционируют. Они как-то очень сложным образом взаимосвязаны между собой меняются. И все влияет на все. То есть по-хорошему это должна быть какая-то модель общего равновесия, которая вам описывает все это многообразие сложных связей. И поэтому, когда ученые занимаются исследованиями, они как бы достают из этого пазла отдельный кусочек и говорят, посмотрите, вот в эту сторону есть связь, и в эту сторону есть связь. Но если мы хотим понимать, как работает общество, надо учитывать все это многообразие зависимости. То есть полис recommendation, ну, наверное, такой можно сформулировать из того, что я сказал, полис и prescription, что институты важны, их надо строить, но просто так строить их, наверное, не получится. Надо все-таки учитывать какие-то культурные особенности, которые есть в какой-то конкретной стране. А вот именно модели, которые описывал бы все эти взаимосвязи, пока еще не придумали? А вот такую модель не придумали, да. Возможно, ее придумают все тот же Асимоглу. Вот я сегодня упоминал книжку Асимоглу про узкий коридор. Вы можете прочитать саму эту книгу, она есть в русском переводе, либо можете посмотреть ее обсуждение Рубеном Янеколовым, Константином Соминым и Борисом Грозовским в Сахаровском центре есть лекция на эту тему. Ну, вернее, дискуссия по поводу этой книги, как только она вышла. И эта книга не столько про результаты исследований, сколько про будущую исследовательскую программу. И вот сама идея узкого коридора, это как раз в том числе идея посмотреть на эту динамическую сложную взаимосвязь между этими переменными. То есть это как бы программа для будущих исследований. И вполне возможно, что она, может быть, и будет когда-то реализована. То есть будет написана математическая модель, теоретическая, которая распишет, как и что, на что влияет. Это, в общем, довольно нетривиальная задача. Окей, понятно. Вот. Если на этом все с вопросами, то я тогда закончу теорию экономического роста, вернувшись на секундочку к сходимости, back to convergence. Скажу про это пару слов. Мы перейдем к рынку труда. Значит, если вы помните, в конце разговора про модель Solo я вам показывал графики, на которых была сходимость. Я даже сегодня их упоминал уже. Сходимость между различными странами. Она состояла в том, что если страна имеет низкий подушевый ВВП, то она растет в среднем быстрее. Если мы сравниваем узкую группу стран, то мы просто видим в явном виде отрицательную корреляцию между подушевым ВВП там был 60-й год и темпами роста, сейчас не помню точно, по-моему, 60-го по 90-й год среднему. В более широкой группе стран мы этой исходимости не видели. Я тогда оставил вопрос, я сказал, что на самом деле нам кроме начального уровня ВВП на душу населения надо учитывать еще множество всяких структурных факторов. Например, норму сбережений, или рост численности населения, темп роста численности населения, или норму амортизации, которая есть в модели Solo. Но теперь, если мы вооружены вот этими всеми знаниями, которые сегодня у нас появились в этой лекции, то мы можем сказать, что на самом деле в рассмотрении нужно включить еще и уровень демократии, и уровень подотчетности власти, и качество управления, и массу-массу всяких вещей, которые на самом деле могут влиять на то, каким образом страны растут. То есть это очень широкая концепция. Вот, я вам хочу показать два результата из двух статей, которые вот этот конверженс, сходимость стран, все-таки демонстрируют на более широкой выборке. И первая статья, это статья Дани Родрика, про Unconditional Convergence и Manufacturing, он здесь пытается проследить сходимость экономик не вообще, а глядя только на промышленность. То есть на, грубо говоря, на некоторое подмножество, подгруппы секторов экономики. И идея состоит в том, что на самом деле производственный сектор развивается быстрее, поскольку он развивается в условиях международной конкуренции. То есть, с одной стороны, если вы национальный производитель, то вы сталкиваетесь с международной конкуренцией, для того, чтобы ее выдержать, вы должны развиваться очень быстро. Либо наоборот, вы заимствуете технологии у кого-то, да, и тогда начинается развиваться быстро. Либо в вашу страну приходит какая-то компания транснациональная, которая здесь начинает строить какую-то фабрику, естественно, используя современные уже технологии, современный уровень производительности труда тогда будет. И благодаря тому, что мы смотрим только на отдельно взятый сектор, мы вот такую сходимость можем увидеть. Вот я покажу несколько графиков. В частности, это будет график, в котором по горизонтальной оси отложен начальный уровень ВВП, ну или добавленной стоимости на одного рабочего, и темп роста. Здесь написано orthogonal component, то есть автогональные компоненты. Имеется в виду, что здесь были панельные данные, были фикс-эффекты. Опять же, вам на кинометрике это должны будут рассказывать. Вот я сейчас не буду на этом останавливаться. Там в регрессиях просто были фиксированы эффекты. Поэтому здесь не просто темп роста, а именно orthogonal. То есть какой-то остаток от регрессии. И видно, что по большой выборке стран действительно ничего не видно. Все то же самое облако, которое мы видели раньше. Одну из предыдущих лекций. Но если мы с вами возьмем производительность труда, допустим, и возьмем только производительность труда в каком-то производственном секторе, вот вверху есть заголовок two-digit. two-digit это означает два знака. Есть просто классификация секторов экономики, стандартная, международная. Там некоторое количество знаков. То есть там позиционная система классификации. Первый знак что-то значит, два следующих знака что-то значит, третий. То есть там разделы, подразделы и так далее. Мы здесь берем вот до второго знака из этой классификации и смотрим на то, что происходит. И видно, что уже на самом деле наклон есть, и он отрицательный, и облако гораздо более плотное и сосредоточено вокруг этой линии. Опять же, мы берем добавленную стоимость на одного рабочего в производственных секторах и смотрим на темпы роста. И видно, что промышленность на самом деле сходится. Отдельно взятый сектор действительно сходится. Хотя не так быстро, как было в случае, например, со странами ОЭСов. Там наклон был прям сильный, по-моему, около 45 градусов или вот даже такой. Прямо явно было выражено. И еще один график. Это сходимость в том случае, вот на этом графике куча точек. Здесь каждая точка это точка для конкретного сектора промышленности в конкретной стране. То есть точка это сектор на промышленности. Здесь мы смотрим на промышленность в целом по странам. То есть здесь каждая точка это страна. И на самом деле тоже видна отрицательная зависимость, отрицательная корреляция, и мы тоже наблюдаем сходимость. Почему мы не видим сходимости в экономике в целом, потому что, во-первых, промышленность – это относительно небольшой сектор экономики, особенно если речь идет о развитых странах, там сектор услуг в основном доминирует. А во-вторых, у вас могут быть различные виды так называемых неторгуемых товаров или услуг. То есть те, которые не представлены на международном рынке, и там нет международной конкуренции. Классический пример в этом случае – это стрижка. Вряд ли кто-то летает в другую страну стричься, и, скорее всего, у вас будет обслуживать какой-нибудь местный парикмахер. Это неторгуемый товар. И поэтому мы можем ожидать, что на самом деле стоимость вот такого рода услуг, неторгуемых, она будет очень сильно отличаться между странами. Прошу прощения, считается ли, если я стригусь у иностранного мастера, который не платит в России налоги? Ну, в этом случае… Нет, и по какой причине он не платит налоги? Если он просто уходит от налогов, то нет, не считается. Если он платит налоги, имея иностранное гражданство, то в этом случае он попадает в ВВП, то есть его услуги попадают в ВВП, в внутренний продукт. Поэтому он в этом случае будет считаться. Окей, спасибо. Вот. Собственно, это объяснение того, почему мы на агрегированном уровне в целом по экономике можем не увидеть сходимости, а, допустим, на примере отдельных секторов такая сходимость будет. Это первая мысль. Вторая мысль состоит в том, чтобы опять прогнать линейную регрессию, опять у нас эконометрика, но включить в нее вообще все, что только можно. Вот эту таблицу я взял из учебника Баро, из Салой Мартина по экономическому росту. Она там есть, это кусочек из нее на самом деле, она там гораздо больше и результатов там больше. Но я ее включил, чтобы просто показать вам, что было включено в эту регрессию, что в нее входило. Видите, здесь переменные, которые характеризуют уровень upper-level schooling, то есть старших классов, образование полученного в старших классах среди мужчин. Здесь присутствует ожидаемая продолжительность жизни в возрасте одного года. Есть fertility rate, который влияет на темпы роста населения. Government consumption ratio – это, по сути дела, государственные расходы. Есть политические перемены rule of law, то есть верховенство права. Есть демократия, и это индекс демократии. И присутствует даже индекс демократии в квадрате, он здесь нужен для того, чтобы поймать нелинейные эффекты. Есть openness ratio – это открытость международной торговли. Открытость международной торговли – это сумма экспорта и импорта по отношению к ВВП страны. То есть чем он больше, тем считается, что более открыта страна к международной торговле. Change in terms of trade – это соотношение цен на наши иностранные товары. Это такой важный показатель в теории международной торговли, про который мы еще поговорим позднее, ближе к концу курса, через много-много лекций. Есть investment ratio – это фактически аналог нормы сбережения. Есть инфляция, которая тоже должна здесь учитываться. Ну и вот первый коэффициент – это на самом деле и есть та величина, которая нас интересует. То есть логарифм ВВП на душу населения в 60-м году оказывается отрицательно связанным после контроля на все эти переменные, которые здесь присутствуют, с учетом этих переменных. Отрицательно влияет на средний темп роста за период с 65-го по 75-й год. Ну и если теперь нарисовать график, то это будет прямо отчетливо видно. Этот график нарисован следующим образом. То есть из темпов роста было вычтено влияние всех тех факторов, которые не выделены жирным. То есть вот первый фактор включен, а влияние всех остальных факторов мы исключили. Это как бы ошибка от регрессии на все остальные факторы, кроме первого. Если мы просто смотрим на связь между, на чистую уже связь, то есть мы очистили темпы роста от всех прочих факторов и смотрим на зависимость между логарифмом на душу населения в 60-м году и на темпы роста, то прямо вот видна замечательная, отрицательная зависимость. И в этом случае мы действительно видим некоторую сходимость в темпах роста между странами. Вот. И последняя мысль, последняя уже окончательно, поскольку последний слайд, это я хочу сформулировать понятие структурных реформ. Вот смотрите, у нас была большая-большая тема про экономический рост, и мы говорили про то, от чего этот экономический рост зависит, непосредственно от чего зависит, какие факторы на него влияют, какие есть фундаментальные причины у этого роста. На самом деле, если мы говорим теперь уже о политике государства, то государство, естественно, если оно минивалентное, то есть если оно действует в интересах людей, живущих в экономике, оно заинтересовано в том, чтобы рост был максимально быстрым. Так вот, все государственные меры, которые так или иначе нацелены на стимулирование экономического роста, они часто называются, объединяются термином структурной реформы. Вот этот вот абзац, который приведен в рамочке, я взял его с сайта Европейского Центрального Банка, внизу стоит ссылка ECB, European Central Bank. Это просто определение того, что такое структурная реформа. То есть это любые меры, которые так или иначе меняют, вот здесь написано ткань экономики, фабрика новой экономии, включая институциональную, регуляторную среду, внутри которой оперируют бизнес и люди. И они должны, вот последнее предложение, собственно, в чем значение этих мер, в том, что они должны способствовать реализации экономического потенциала на сбалансированной траектории роста. Вот этот balanced way, имеется в виду вот эта сбалансированная траектория роста, про которую мы говорим. И что здесь еще важно, что вот эти структурные реформы, это чаще всего реформы, которые направлены на то, чтобы стимулировать предложения в экономике. Ну то есть вот у нас в экономике есть агрегированный спрос, то есть спрос на все товары и услуги, которые вообще в ней есть. Есть агрегированное предложение, все то, что производит фирма. Понятно, что спрос взаимодействует с предложением, у нас будет какое-то равновесие. И на самом деле мы можем пытаться влиять на уровень производства, либо воздействуя на спрос, то есть если мы увеличиваем спрос с помощью тех или иных мер, то фирмы могут отвечать, не всегда, но могут отвечать на увеличение спроса увеличением производства. Это один способ стимулирования экономики, такой кенсианский способ. А есть второй способ, больше классический, это попытка создать стимулы для фирм, для того, чтобы они больше инвестировали, больше изобретали, больше занимались инновациями, и в результате они будут производить больше, будет расти производительность труда, будут расти доходы, и эти доходы сами создадут свой спрос. То есть люди будут больше зарабатывать, значит, будут больше покупать. Так вот, структурные реформы, это как раз разговор про сторону предложения. Это написано во втором абзаце, в первом предложении прямо. Structural reforms work on the supply side of the economy. То есть задача состоит в том, чтобы устранить всевозможные препятствия для производства товаров и услуг, что позволило бы увеличить производительность инвестиций и занятость такой экономики. И я пока не буду более подробно останавливаться на этих мерах, но на самом деле из всего, что мы сказали, уже достаточно, можно сделать достаточно отчетливый вывод о том, что из себя представляют эти структурные реформы. Разделение властей, защита прав собственности, обеспечение исполнения контрактов. Вот все вот это замечательное, про что мы поговорили, это все входит так или иначе в понятие структурных реформ. В том числе и демократизация общества тоже может включаться в понятие структурных реформ. Казалось бы, да, какие-то чисто политические вещи, но тем не менее они очень сильно влияют на стимулы фирм, на уровень производительности труда, на производство и на все замечательные показатели, которые нам так важны. Для чего я записываю этот слайд, здесь оставляю этот слайд, потому что мне хочется провести различия между вот этими структурными реформами, которые влияют на сторону предложения в экономике, и макроэкономической стабилизацией, про которую мы будем говорить в дальнейшем. Когда мы будем изучать теорию цикла, мы будем говорить про контрциклическую политику и макроэкономическую стабилизацию. И в каком-то смысле вот эти две вещи друг другу противостоят. И обычно макроэкономической стабилизацией занимаются центральные банки, которые как раз действуют через сторону спроса. А структурные реформы – это прерогативы правительства, которые действуют через сторону предложений. Вот. Каким образом устроена макроэкономическая стабилизация, как работает Центробанк – это тема для дальнейшего разговора. А сейчас я просто вот как бы зафиксирую эту мысль на этом слайде, и пусть она, пожалуйста, здесь останется. То есть, если теперь вернуться в самое-самое-самое начало нашего курса, когда я начинал с графика роста американского ВВП, помните, там был тренд в нем и были колебания вокруг венда. Я говорил, что тренд – это экономический рост, долгосрочный, а колебания – это цикл. Так вот, можно, ну, с некоторой долей натяжки, конечно, сказать, что рост вызывается в основном стороне предложений, и для него нужны вот эти самые структурные реформы. А колебания вызываются в основном стороной спроса, и для него нужна макроэкономическая стабилизация. То есть, чтобы экономика росла быстрее, нужны структурные реформы. Для того, чтобы она росла равномерно, без больших колебаний, нужна макроэкономическая стабилизация или контрациклическая политика. Вот, и для того, чтобы не быть голословным, давайте я вам включу небольшой кусочек интервью Эльвира Набиулина и Владимиру Познеру, чтобы просто вам продемонстрировать, как это работает в жизни, что экономисты на самом деле именно на этом языке и говорят. Сейчас я попробую это сделать. Если не будет звука, то скажите. По-моему, он у меня был, когда я тестировал. Звука нет. Интервью 16-го... Нету звука, да? Нет. У меня он был. Ну, он ее спрашивает, на самом деле, я не знаю, почему включить сейчас. Сейчас подождите, попробую. А может быть, демонстрацию экрана можно выбрать сам, видеофайл, ну, проигрывать или самому, чтобы... Ага, сейчас попробую. Так, где у меня? Там вроде, когда вы включаете демонстрацию экрана, там внизу будет вопрос про звук. А, все, я увидел, да, все, я добавил галочку. Сейчас еще раз. Значит, интервью 16-го года, если кто не помнит, только-только закончился кризис, связанный с 14-м годом, да, вот с конфликтом внешнеполитическим, с падением цен на нефть, с санкциями, со всеми этими делами. То есть экономика только-только восстановилась. Это я вам контекст просто даю, чтобы вы понимали, в какой ситуации происходит разговор. Долго ли еще будет вот этот спад продолжаться? То есть вы предвидите для себя какой-то временной отрезок, после которого начнет все опять подниматься, когда экономика начнет чуть-чуть быстрее развиваться. Вы можете назвать какой-то срок абсолютно на уровне интуиции, не более? Я боюсь, что я коротко не смогу на этот вопрос ответить. Не знаю, успею, да, рекламу или нет. Дело в том, что вот это замедление экономического роста носит не конъюнктурный характер, оно носит структурный или, как называют экономисты, институциональный характер. И поэтому нужно создать такие условия, чтобы начала меняться и структура экономики, и качество институтов повысилось. И тогда возможен перелом в тенденции экономического роста. Для этого нужно проводить достаточно быстро реформы. Эти реформы дают отдачу не сразу. Такие сложные реформы никогда не дают отдачу сразу. Поэтому это год, два. Но если говорить об официальном прогнозе, то прогноз Центрального банка на этот год темпы роста это около 2%, чуть выше, чем в прошлом году. Но это не те темпы роста, которые нужны нашей экономике. Долго ли еще? Ну, собственно, вот. Это была иллюстрация того, как председатель Центрального банка как раз прямую в интервью говорит про структуру или институциональные реформы. И когда вы встречаете это слово-сочетание, вот держите в голове весь этот кусок нашего курса. Это ровно про это. То именно так экономисты в Центральном банке не только в нем думают. Вот. Все. С теорией роста на этом все. Если есть вопросы, то задавайте. А можно еще раз? Можете, пожалуйста? Да. Николай, я его поступал у тебя. Можно, пожалуйста, вернуться на 74-й слайд? Сейчас можно. Я там чуть-чуть упустил главную мысль. На 74-й слайд? На 74-й слайд? На 40-й слайд? Да. Четвертый. Можете, пожалуйста, еще раз повторить, как бы, в чем тут главная мысль? Ну, мысль в том, что промышленность, промышленность, сектора экономики, связанные с промышленностью, в основном производят tradable goods. Вот я просто иду сейчас тогда по тексту. Manufacturing industries produce tradable goods. Tradable goods – это тот, который продается на международном рынке. Если он продается на международном рынке, он должен конкурировать с товарами из других стран. И он так или иначе интегрируется, как вот здесь сказано, в глобальные производственные цепочки, в глобальные производственные сети. Поэтому международную конкуренцию вы можете выиграть только в том случае, если вы адаптируетесь достаточно быстро, если вы адаптируете новые технологии, меняетесь, снижаете издержки. И поэтому из-за вот такой глобальной конкуренции мы можем ожидать, что условия, в которых осуществляется производство в секторах, то есть темпы их роста и общий уровень добавленной стоимости в этих секторах должен быть ближе. То есть они должны сходиться. У вас международная конкуренция должна подстегивать, и отстающие должны догонять в этом идее. Все, понял, окей. Второй абзац – это даже если вы продаете товар на внутреннем рынке, все равно, если вы работаете в конкурентной среде, у вас есть угроза прихода иностранных поставщиков. Вы должны шевелиться, вы должны двигать ногами и что-то делать. С другой стороны, бывает так, что бывают неторгуемые товары, и в них сходимости не будет. Ну, ровно потому, что они не конкурируют друг с другом на международном рынке, вот все те же самые стрижки. И поэтому мы можем увидеть сходимость на уровне промышленности, но в целом, за счет того, что промышленность занимает небольшую долю в экономике, в целом, особенно в развитых странах, там в основном доминирует сектор услуг, сходимость на уровне экономики мы не видим. То есть ее надо вылавливать вот теми способами, которые я показал, вот этой регрессией с большим-большим количеством всевозможных переменных, которые туда включены. Все понятно. Спасибо. Да, еще какой-то вопрос. Да, мой вопрос. Вы можете, пожалуйста, подрезюмировать в нескольких тезисах, какие основные, что являются основами, главными принципами growth theory, и что больше всего влияет как раз-таки на рост? Так подрезюмировать в конце. Ну да, основной фактор экономического роста – это технический прогресс, то есть это экономика знаний. Это примерно последние 270 уже, наверное, лет, если условно считать, от 1750 года. И что процветание развитых стран, оно в основном вызвано именно техническим прогрессом, накоплением знаний, человеческого капитала, а не прочими обстоятельствами, под которыми часто понимают, не знаю, колониальные империи или что-то еще. То есть к тому моменту, когда развитые страны смогли сформировать колониальные империи, они уже оторвались в своем развитии. Вторая вещь, которая важна, что одних только факторов, связанных с инвестициями или рабочей силой, недостаточно. Что у вас может быть на самом деле капитал в стране, но не факт, что вы при этом получите рост. Потому что на накопление капитала, на инновации влияют факторы, которые связаны с состоянием общества в целом, то есть с институтами и культурой. Ну, в какой степени с религией, наверное, еще. И что вот они важны. И различия в институтах, или различия в культуре может приводить к очень разным темпам роста, допустим, производительности или подушевых доходов. Спасибо. Примерно такая мысль. Тогда все. Я это отключаю. Ну и давайте перейдем тогда к рынку труда. Значит, мы начали, насколько мы начали в 13, у нас еще 40 минут. Мы еще даже успеем что-то разобрать. Это хорошо. Итак, рынок труда. Значит, я опять начну с того, что оттолкнусь от тех моделей, которые у нас уже были, от роста. То есть я буду периодически все время это вспоминать, хоть мы с ней и закончили, опираясь на те знания, которые у нас есть. И замечу, что на самом деле до сих пор в моделях экономического роста у нас безработицы по-хорошему-то и не было. То есть мы не рассматривали рынки факторов производства, ни труда, ни капитала по отдельности. Единственная ситуация, когда у нас возникала безработица, это задачка на семинаре. Там в модели СОЛУ, когда мы добавляли множитель единицы минус СОЛ. Это была попытка ввести безработицу в эту модель в качестве какого-то экзогенно заданного параметра. И, наверное, на этом все. Больше никак не было. Но если вы посмотрите на реальные данные, вы увидите, что безработица существует, причем она является очень устойчивой в большинстве стран с выночной экономикой. Советский Союз был в этом смысле исключением, там был дефицит рабочих рук. А в рыночных экономиках обычно существует устойчивая безработица. И поэтому выпуск на душу населения оказывается, вот если просто смотреть с этой точки зрения, ниже, чем он мог бы быть, если бы мы задействовали всех. Поэтому следующие несколько лекций, которые у нас будут, я сделаю анонс, будут посвящены на самом деле двум важным вещам. Они будут посвящены микроэкономическим основаниям, макроэкономике, которые нам понадобятся в дальнейшем. То есть мы будем говорить про рынок труда и про рынок капитала, то есть про рынки факторов производства. Причем про рынок труда у нас будет отдельная тема, а про рынок капитала мы будем говорить следующим образом. Мы разберем модель поведения потребителя, это будет тема под названием consumption, и в этой модели мы посмотрим, как формируются сбережения. То есть предложение для рынка инвестиций. То есть капитал мы видели, формируется за счет инвестиций, эти инвестиции формируются из сбережений. Вот каким образом люди выбирают, сколько сберегать. Дальше будет модель под названием investment, тема под названием investment. То есть мы посмотрим, как фирмы принимают решение, сколько инвестировать. Из этих двух кусочков на самом деле можно будет собрать уже модель равновесия на рынке капитала. Модель сбережения и инвестиций. И кроме того, небольшая тема будет посвящена еще финансовым рынкам. То есть тому, как работает финансовый рынок, который трансформирует сбережения в инвестиции и почему это может оказаться важным. Ну в частности, что такое фундаментальная стоимость, что такое пузыри на финансовых рынках, вот эти все замечательные вещи мы тоже обсудим. Вот. И будет тема, отдельно посвященная деньгам. То есть базовые вещи про деньги и про то, как работают деньги в экономике, мы тоже обсудим. И затем уже, собственно, перейдем к теории экономического цикла, где будут все эти замечательные разговоры и про цикл, и про стабилизационную политику, и про открытую экономику и так далее. Ну и, собственно, вот сегодня мы начинаем с того, что обсуждаем рынок труда. Ну и как я уже сказал, что у нас есть существенная безработица в экономике, вернее устойчивая безработица в экономике. Ну и давайте попробуем каким-то образом описать эту безработицу, то есть вот поработать с ней. И начнем с того, что я просто введу показатели, показатели занятости безработицы, которые вполне возможно, что кто-то из вас знает. Но я на всякий случай тогда напомню, что это такое. Значит, смотрите, в модели соло у нас было просто население. Мы говорили, что в этой модели население у нас тождественно-рабочей силе. То есть мы не делали различия между всем населением и тем, которые заняты в экономике. Ну, допустим, считали, что и то, и другое растет с одним и тем же темпом роста, поэтому на это можно не обращать внимания, или просто равно друг другу. На самом деле это не так, естественно. У нас есть люди нетрудоспособного возраста, которые физически трудиться не могут. У нас есть люди, которые не хотят трудиться. Если мы живем с вами не в Советском Союзе, где был закон о тунеядстве, там людей уголовно преследовали за то, что они не работают официально, то в принципе человек может сделать выбор, сказать, я не буду официально работать нигде, у меня не будет занятости. Я не буду заниматься бизнесом, буду заниматься каким-то образом, чем-то другим, каким-то образом жить. Иначе. Не знаю, у меня будет свободная профессия, допустим. А не формальная занятость по найму где-то еще. Поэтому на самом деле все население страны мы можем разделить на рабочую силу, labor force, и на тех, кто в этой labor force не находится. То есть non-participants, то есть те, кто не участвует в рабочей силе, или те, кто находится out of the labor force. Другое название для labor force, и несколько устаревшее, насколько я понимаю, в российской статистике, это экономическое активное население. И вот к рабочей силе относят тех, кто занят, то есть те, у кого есть постоянная работа, либо тех, кто не занят, но при этом ищет работу и готов к ней приступить. Ищет работу, означает, что он занимался этим в последние там несколько недель. Зависит от статистики, от конкретной страны, как они считают, там три, допустим, недели или четыре недели. И причем это люди трудоспособного возраста, естественно, да, они включаются в рабочую силу. Ну и, соответственно, все, что у нас есть с точки зрения населения, мы можем представить вот в виде такой диаграммы. То есть есть население, которое делится на тех, кто участвует в рабочей силе, и тех, не участвует в ней. А всех тех, кто включается в рабочую силу, делят на занятых и безработных. Ну и, соответственно, мы можем отсюда вывести основные индикаторы, которые описывают то, каким образом у нас устроен труд и занятость в экономике. То есть мы можем взять численность населения, например, и посчитать долю рабочей силы в общей численности населения или долю тех, кто не участвует в рабочей силе. И точно так же мы можем посчитать долю тех, кто занят, и тех, кто не занят в целом в рабочей силе. ну и соответственно у нас получается три индикатора первый называется партисипейшен рейд есть как бы уровень участия в рабочей силе рабочая сила уделить на общее население employment rate то есть уровень занятости это employment залить на выбор с и unemployment рейтой безработный делить на выбор с но не трудно сообразить что е плюс у это единица а если бы у меня еще был показатель не участие в рабочей силе это тогда он сложенный вместе с тоже дал бы единицу здесь я думаю ничего сложного в принципе нет ну и снова мы начинаем с эмпирических данных нам надо посмотреть как все это устроено в жизни точно так же как в теории роста мы начинали со стилизованных фактов с кучей статистики чтобы каким-то образом представлять себе все процессы вот вам американская в частности статистика о занятости по участию и синяя линия здесь это уровень участия в рабочей силе видно как он замечательно колеблется а красный график это безработица и что отсюда видно что на самом деле безработица очень устойчиво вот она отложена по правой получается шкале и она практически не опускается ниже наверно четырех четырех процентов трех наверно скорее ближе к трем это черточка это линия которая там проходит то есть он действительно является устойчивым при этом у него он носит явно циклический характер вот так же как ввп у нас носила циклический характер это было видно по графику темпов роста также с безработицей при этом видите что никакого устойчивого тренда на самом деле в занятости нет хотя вот уровень партисипейшн уровень части в рабочей силе там за последние 80 лет наверное очень сильно вырос по сравнению с тем что было там сразу после войны и смотрите давайте я ненадолго снова вернусь к модели салу а вот тем более что все эти концепции которые я сейчас вам расскажу они нам потом понадобятся в дальнейшем то есть когда мы жили в модели салу у нас была полная занятость во первых если мы специальные туда не вводили и мы сходили что исходи сходили из того что вот в моделях роста которые мы разбирали у нас предложение труда то есть готовность людей работать было не эластичным абсолютно не эластичным то есть мы не говорили про то что ставка заработной платы каким-то образом влияет на готовность людей работать то есть вот сколько бы людей не было они все получают работу и какая бы ставка заработной это платы там в итоге не сложилось они все по ней работают это как раз и есть не эластичное предложение труда при этом мы исходили из того, что у нас была совершенная конкуренция на рынке факторов. Вот на семинаре, когда мы делали раскладку ВВП по доходам, помните, мы там рисовали графики, у нас было фиксированное количество рабочей силы, горизонтальной линии. Вот горизонтальную линию предложения можно интерпретировать именно как неэластичное предложение. А рынок был совершенно конкурентным, потому что у нас ставка заработной платы устанавливалась на уровне предельного продукта труда. Это была классическая совершенная конкуренция, ничего больше. Но реальные рынки труда устроены не таким образом. Если смотреть на вторую колонку, то на самом деле предложение труда является эластичным, то есть для людей важна ставка заработной платы. Поэтому все происходит немножко не так, как в моделях роста. Конкуренция может быть несовершенной, и мы рассмотрим модель, когда у нас будет монополистическая конкуренция на рынке труда. И самое главное, заработная плата может быть жесткой, то есть она может не подстраиваться. Прошу меня, это монополистическая конкуренция. А мы поговорим. Давайте я отложу этот вопрос до самой модели, потому что там проще объяснить ее на модели. И вы увидите. Окей. Просто звучит странно. Ну вообще в микре вам должны были рассказывать, что такое монополистическая конкуренция. Но идея состоит в том, что у вас есть дифференцированный товар. Каждая фирма производит какой-то дифференцированный товар. Если мы вернемся не к рынку труда, а туда, в рынке товаров и услуг. И есть некоторая рыночная власть продавца за счет того, что у него есть дифференцированный товар. То есть если я продаю что-то уникальное, то у потребителей формируется допустим желание покупать именно этот товар, лояльность, допустим, этой торговой марки. В этом случае я могу повысить цену чуть выше предельных издержек. У меня есть рыночная власть. Не теряя покупателей. В совершенной конкуренции, как только вы повышаете цену, вы сразу же теряете рынок. В монополистической конкуренции нет. То есть вы можете как монополия заработать дополнительную прибыль, но не в той же степени. Потому что вы не единственный продавец. У вас только некоторые небольшие рыночные власть. Монополистическая конкуренция может возникнуть в том случае, если, допустим, у вас есть профсоюз на рынке труда, который контролирует предложение труда. И если вы контролируете предложение труда в специфическом секторе, То есть в секторе, допустим, не знаю, рабочих автосборочного производства. То есть вы являетесь как бы монополистом для вот такого конкретного вида труда. У вас возникает модель монополистической конкуренции в этой ситуации. Потому что есть другой профсоюз, который предлагает совершенно другой труд. Не знаю, бухгалтеров или кого-нибудь еще, или врачей. Идея примерно такая. И в результате этого возникает. А вы можете привести примеры конкретных фирм, которые относятся к такой конкуренции? Так, на самом деле вся реальная конкуренция, она монополистическая. То есть если вы возьмете любой конкурентный рынок, у вас хотя бы уже есть торговая марка. И до тех пор, пока люди предпочитают какую-то торговую марку, вот вам пример монополистической конкуренции. Если у вас есть торговые сети, чьи магазины рассинесены в пространстве, и до одного идти дольше, чем до другого, то вы, наверное, ради небольшой скидки в цене не пойдете в магазин, который находится дальше. Потому что ваши издержки индивидуальные оказываются выше, чем та выгода в цене, которую вы получите от того, что пойдете в географически более удаленный район. Это географическая дифференциация товара. И таких дифференциаций, на самом деле, можно придумать миллион. Вы предпочитаете машину какой-то определенной марки или цвета. Или вам нужен, например, спорткар или там еще что-нибудь в таком рынке. Или вы любите, не знаю, Samsung и ненавидите Apple. А то есть, получается такая конкуренция, она бывает еще разных видов, и географически разница, и по вкусам, и так далее, да? Да, но модель хотлинга вы изучали или нет? Я такого не помню. Жаль. Ну, на самом деле, да, здесь не говорится. Здесь говорится только про то, что товар неоднородный, он дифференцирован по каким-то показателям. По каким мы не говорим. По каким угодно. И за счет того, что он дифференцирован, у покупателя есть предпочтение относительно вот этих различий. То есть, допустим, я все так же люблю, не знаю, Samsung и ненавижу Apple. И даже если Apple сильно снизит цену, не факт, что я буду покупать. А если Samsung поднимет цену, да, не факт, что я откажусь от него. И наоборот, то же самое про Apple, можно сказать. И это что угодно, на самом деле. Абсолютно любой набор характеристик товара, который позволяет их дифференцировать. Вот. И смотрите, последняя мысль, которую я хотел сказать, что на самом деле заработные платы на реальных рынках могут быть жесткими. То есть, они могут не подстраиваться к конкурентному равновесию. Но самый простой пример – это минимальная заработная плата. В большинстве развитых стран она жесткая к понижению. То есть, она не может опуститься в зависимости от экономического цикла. То есть, она вот установлена на каком-то уровне. И если бы вроде как рынок требует, чтобы она перестроилась, допустим, она была ниже, этого сделать невозможно. Это тоже создает проблему. Сейчас, может быть, это не очень очевидно. Но постепенно мы будем разбираться, разбирая разные модели, рассматривая, как это работает. Как влияет эластичный спрос, эластичное предложение, как несовершенная конкуренция, как жесткие заработные платы. Вот эти все несовершенства рынка нам в модели придется как раз внести. Так. Давайте я вот этот кусочек пока пропущу. Вернусь к нему потом. И продолжу разговор про Stylized Facts, про стилизованные факты про безработицу. Первый факт состоит в том, что безработица у нас не демонстрирует никакого устойчивого тренда в лунгране. Вот если у нас ВВП в лунгране рос, ну если со страной было все более-менее в порядке, то безработицы мы этого тренда не видим. То есть, я вот здесь отдельно вынес на график безработицу, и видно, что... Но она не больше, не меньше. То есть, она все время колеблется, но при этом нельзя сказать, что она возрастает или наоборот она убывает. Вторая вещь, которая важна, что существует некоторый очень устойчивый уровень безработицы, опять персистентный, да, персистент, который мы называем естественным. Natural level of employment. Это вот красная линия. Эта красная линия, точно так же, как и тренд ВВП, это некоторая оценочная характеристика. То есть, экономисты взяли данные по безработице и посчитали. Или не только по безработице, а оценили эту естественную безработицу. И считают, что колебания происходят примерно вокруг этого уровня. И видно, что эта линия то выше, то ниже реальной безработицы. Эта естественная безработица, она тесно связана с потенциальным выпуском. То есть, с трендом в данных, которые мы видим, когда изучаем ВВП. Это, на самом деле, связанные вещи. Видно, что безработица, второй факт, да, она очень волатильна в коротком периоде времени. Ну, мы это видим, да. То есть, она скачет то туда, то сюда, и даже мелкие колебания все время присутствуют. И третья вещь, которая нам нужна как стилизованный факт, это то, что... Это окунь зло, да, это закон окуня, или оукона, как хотите. Да, это отрицательная корреляция между разрывом выпуска GDP gap и отклонением безработицы от естественного уровня. То есть, смотрите, если я возьму с одной стороны ВВП, который у меня есть в экономике, и потенциальный выпуск, то есть трендовую часть, и найду разницу между ними, и буду сравнивать ее с разницей между реальной безработицей и его естественным уровнем, то вот эти две переменные будут коррелировать между собой очень сильно отрицательно. Опять же, я вот взял, где они у меня, вот они, эти данные американские, они ровно так и посчитаны. Unemployment gap – это как раз отклонение безработицы от естественного уровня, а GDP gap – это отклонение ВВП от трендового значения. И видно, что между ними очень устойчивая и отрицательная связь. Это тоже не случайно. Логично, что если у вас в экономике наблюдается спад, то работников увольняют. Работать некому, поэтому и спад в экономике. И наоборот, если у вас экономика растет, то людей нанимают. И это на самом деле один из элементов механизма экономического цикла. То есть во время цикла у вас падает ВВП, падает занятость, растет безработица. И наоборот. Здесь как бы тоже тут очевидно сложного ничего нет. Закон окуня записывается вот таким образом. На этом слайде это показано. То есть с одной стороны слева, я считаю, разрыв выпуска, разрыв выпуска по отношению к потенциальному значению, как бы в процентах. Y минус Y с чертой. Y это ВВП. Y с чертой это потенциальный или трендовый выпуск делить на Y с чертой. А справа стоит разница в безработице. О, это безработица, которую мы наблюдаем. У с чертой это как раз естественный уровень безработицы, который экономисты оценивают. И какой-то параметр гаммы больше нуля, который связывает их между собой. И я беру знак минус для того, чтобы подчеркнуть, что корреляция у меня отрицательна. Вот, ну мы начали уже разговор про естественную и циклическую безработицу. И фактически я уже про это все сказал. То есть циклическая безработица это когда вот это отклонение, которое есть в этой формуле, U минус Y с чертой, оно не равно нулю. Вот эта разница это и есть циклическая часть безработицы. И безработицу можно классифицировать вот таким образом. Что самое удивительное, вот я смотрел статью по безработице в словаре Пал Греф и там сказано примерно следующее. Там сказано, что не существует единственной устоявшейся терминологии по поводу безработицы, что довольно странновато. Вот поэтому разные термины иногда могут гулять, по всей видимости, в литературе. Но более или менее устойчивая классификация может быть выражена вот таким образом. То есть у нас есть безработица, которая делится на естественную часть natural и на циклическую. С циклической все более-менее понятно. Там в общем ничего сложного нет. А естественную мы можем подразделить на фрикционную и структурную. Ну с фрикционной опять же все очень просто. Это ситуация, когда вы уволились с одного места работы, у вас есть другое место работы, но вы пока еще не приступили к работе. Вы числитесь безработных, но уже точно начнете работу. И вот эта фрикционная безработица связана с движением рабочей силы в экономике, с перетоком из фирмы в фирму, из региона в регион страны. Она очень небольшая относительно общей безработицы. И с ней ничего поделать нельзя, эта движуха есть. То есть ее изучать особенно неинтересно. А вот структурная часть безработицы действительно интересна, и про нее есть сразу несколько моделей, про которые мы как раз и поговорим. В русском языке слово структурный обычно используется для несоответствия квалификации работников. Тоже вот обратите внимание на несоответствие терминологии. Структурный означает, что у вас есть работники, которые по своим навыкам не соответствуют тем вакансиям, которые присутствуют в экономике. Тут слово структурное употребляется в совершенно другом значении. Это какая-то долгосрочная безработица, вызванная долгосрочными, долгоиграющими факторами, связанными как раз со стороны предложения. То есть так же, как у нас были structural reforms, вот только что я про них говорил, так же есть structural employment. То есть эти термины, они друг другу соответствуют, даже лексически. Тоже очень удобно про это думать, именно в таких терминах. А вот можно про структурную безработицу. То есть я же правильно понимаю, что, скажем, как пример структурной безработицы можно привести, скажем, когда люди, которые набирали текст на печатных машинках, ну, именно профессионально, они потеряли работу, когда были введены клавиатуры. Да, то есть у вас была профессия машинистки, если вы не работаете на компьютере, не умеете, то вы теряете работу, не можете найти новую, допустим. Вы не можете стать оператором ИВМ. Не знаю, сидеть в бухгалтерии, набивать платежки, потому что у вас нет компьютерной грамотности. Это одна из причин. На самом деле есть и другие причины. Например, если вы вводите минимальную заработную плату, то это создает избыток предложения рабочей силы. Вот сейчас у нас будет буквально через несколько минут эта модель. В том случае, когда у вас заработная плата жесткая к понижению из-за минималки, то, допустим, фирмы вместо того, чтобы сокращать заработную плату и сохранить занятость, поскольку законодательно запрещено сокращение заработной платы, они увольняют работников. То есть люди от этого не перестают хотеть работать, не хотят работать, но поскольку кризис их увольняет, и появляется вот эта безработица. Но она может возникнуть в том числе и в той ситуации, когда у вас кризиса нет. То есть у вас просто ставка заработной платы достаточно высокая, у вас люди хотят работать, но работу они не найти не могут, потому что труд для фирм стоит слишком дорого. Возникает excess supply of labor. Еще один вариант, это так называемая стимулирующая безработица. В английском языке опять нет такого термина, в русском я его встречал. Это ситуация, когда у вас на рынке труда есть асимметрия информации и фирмы, для того, чтобы стимулировать работников работать, платят им заведомо больше, чем платили бы на конкурентном рынке труда. Вот опять же, дольше я про это рассказывать не буду, потому что у нас про это будет модель Шапера-Стиглица на семинаре, через один семинар. Там подробно будет разговор про эту efficiency wage и про стимулирующую безработицу. Но их очень много, на самом деле, они там совершенно разные. Окей. Ну в том числе и несовпадение скиллов, да, если у вас есть работник, я про это сказал, да, про машинистов я сказал, вы про это спросили, все. Вот. Значит, смотрите, еще немного терминологических тонкостей. Во втором абзаце на этом слайде написано, что часть безработицы является устойчивой во времени. Это означает, что стопроцентной занятости в экономике не бывает никогда. Поэтому, когда экономисты говорят, что у нас экономика находится в состоянии полной занятости, речь идет о рынке, это не значит, что занятость стопроцентная, что все, кто хотят работать, имеют работу. Нет, это означает, что у нас безработица находится на некотором вот этом долгосрочном, устойчивом, естественном уровне. То есть какая-то доля безработных все равно есть. Опять же, это не какой-то лексический обман, так просто удобно думать. Но поскольку эти люди по долгосрочным, структурным причинам не могут получить сразу работу, то иногда удобно воспринимать в аналитических целях вот эту безработицу, как отсутствующую фактически, то есть говорить про экономику полной занятости в условиях, когда структурная безработица есть. Это был нюанс. Так, сейчас, подождите, я позоверюсь с порядком, что дальше делать. Давайте я вернусь вот в эту модельку. Представим теперь, что мы живем в модели соло. На секунду, еще раз, я просто проиллюстрирую различия. Вот на семинаре мы рисовали вот такой график для рынка труда. То есть когда делали раскладку ВВП по доходам и расходам, у нас получался вот такой график. Теперь представим себе, что мы живем в модели соло, и рабочая сила у нас растет. То есть она сдвигается каким-то темпом вот из точки L со звездочкой в точку L с двумя звездочками. В этом случае ставка заработной платы должна будет упасть, понятное дело. Почему она упадет? Потому что все люди согласны работать, какой бы низкой ставка заработной платы ни была. Это разговор про то, что предложение труда у нас здесь не эластично. А ставка перестраивается, действительно, она становится ниже, потому что она гибкая. Вот если бы у нас была минимальная заработная плата на этом рынке, то есть она соответствовала бы, скажем, уровню ВС звездочкой, то видите, в этом случае равновесия не получилось бы. То есть в этом случае возникла бы безработица. Это самое из-за минималки. Это даже на этой картинке видно. Вот. И давайте теперь попробуем сконструировать искусственным образом, но сконструировать лейбомаркет для моделей соло. Я лейбомаркет там поставил в кавычки. Но представим себе, что у нас есть модель соло, которая растет в стационарном состоянии, и в ней есть технический прогресс. Темп роста заработной платы можно посчитать в такой экономике, взяв просто темп роста MPL. Так считать MPL мы знаем. Для этого есть формула. Надо просто продифференцировать производственную функцию. И дальше, пользуясь нашими сокращенными правилами, мы можем посчитать темп роста, просто вот раскладывая произведение этих переменных в их сумму с соответствующими весами. И видно, что заработные платы в такой экономике растут темпом же. Что неудивительно, да? Поскольку мы в модели соло с техническим прогрессом получали рост реальных подушевых доходов с темпом же, на заработных платах это, естественно, должно тоже сказываться. То есть в основе роста реальных заработных плат лежит все тот же самый технический прогресс, о котором мы много говорили. И вот если теперь изобразить это на графике, то это будет выглядеть следующим образом. Во-первых, у нас будет сдвиг вертикальной прямой вправо, как и раньше, как на предыдущем графике было нарисовано. И будет сдвиг вот этой кривой MPL вверх. То есть за счет того, что у нас доходы растут, эта кривая должна будет сдвинуться вверх. И получится новое равновесие на уровне В с двумя звездочками, соответствующей Э с двумя звездочками. И видите, если бы заработная плата и в этом случае была жесткой, то мы на самом деле получили бы безработицу снова. Снова было бы несоответствие между спросом и предложением труда. Это снова иллюстрация того, что вот эти модели роста, которые мы только что разбирали, они не содержат вот этих несовершенных свойств рынка. И что рынки построены как раз на идее совершенной конкуренции и гибких цен, и гибких заработных плат. И еще на всякий случай я скажу, что вот всю эту историю я рассказываю ровно потому, чтобы просто познакомить вас с самим понятием rigidity, с самим понятием того, что некоторая цена или некоторая заработная плата в принципе в экономике могут быть жесткими. В дальнейшем это нам понадобится в теории цикла, но вот даже на примере простой модельки в рынке труда мы это можем увидеть. Вот. Теперь давайте изучать наши несовершенные рынки и смотреть, как они устроены, и как возникает безработица на этих рынках. И я, наверное, как раз успею рассмотреть классическую модель спроса и предложения на рынке труда, и на этом сегодня остановлюсь. Значит, на самом деле элементы всей этой, половину этой модели мы уже знаем. Мы знаем, откуда берется спрос на рынке труда. То есть если мы запишем задачу максимизации прибыли фирмы, она написана в первой строчке на этом слайде, как производственная функция, минус затраты на капитал, минус затраты на труд, то мы можем посчитать условия первого порядка. В этом случае MPL будет равна просто ставке реальной заработной платы. И это и есть на самом деле кривая спроса на труд, как мы это рисовали, и на этом я долго останавливаться не буду. Она имеет отрицательный наклон, все как и положено. В общем, ничего интересного здесь больше не происходит. Давайте посмотрим на то, как устроено предложение труда. Вот раньше я говорил, что оно у нас было неэластично, то есть все работали, все, у кого была такая возможность, независимо от ставки заработной платы. Но реальный рынок устроен не так. То есть в первом приближении мы можем считать, что на самом деле наш потребитель решает, сколько ему работать и сколько отдыхать. То есть вот первая формула L плюс F равно единице, это как бы распределение, allocation of time, распределение времени между рабочим временем L и F, free time, он же leisure, стандартное название в этих моделях. То есть нашему работнику и вся продолжительность рабочего дня или времени суток, она принята за единицу здесь. То есть, допустим, если мы вычтем часы на сон, 8 часов, допустим, не знаю, там 2 часа или 3 часа на перерыв, прием пищи, то у нас останется сколько-то там, не знаю, 13-12 часов. Вот эти 12 часов мы примем за единицу, их каким-то образом нужно распределить между временем работы и временем отдыха. И человек решает, сколько он будет работать. Ну то есть у него есть стандартный рабочий день, но он может взять, допустим, сверхурочный, или пойти работать в выходные, или взять подработку, или что-то еще начать делать, просто потому что он заработать хочет, больше хочет. И ставка заработной платы его будет к этому стимулировать. Но стимулировать она будет его благодаря бюджетному ограничению, вот оно написано внизу. То есть мы предположим, что если работник отрабатывает L часов, ну или L, это доля суток, или доля рабочего, доля доступного ему времени, то умножая это на ставку заработной платы, мы получим, сколько этот работник может потратить на потребление суммарно. То есть его трудовой доход влияет на его потребление. И вот внизу написана формула PC равно WL, WL это как раз заработная плата за все это время, что он отработал. А PC это как бы уровень цен, агрегированный уровень цен, но считайте, что это CPI, на все потребление. А C это агрегированное потребление, то есть покупка всех товаров и услуг такой экономики. То есть это что-то вроде индивидуального ВВП, что ли, работника, который распадается на реальную часть C и на дефлятор, на P, уровень цен. Ну и отсюда я могу переписать это бюджетное ограничение следующим образом. То есть у меня потребление будет равно W делить на P умножить на L, а W делить на P это реальная заработная плата. То есть как бы номинальную заработную плату я делю на общий уровень цен и получаю W маленькой, которая реальная заработная плата, скорректированная на уровень цен. Получается бюджетное ограничение. C равно WL. Дальше. Для того, чтобы решить оптимизационную задачу, мне нужны предпочтения, то есть функция полезности в этой модели. Я предположу, что она зависит от количества потребления, от объема потребления и от рабочей силы. И от потребления она, естественно, зависит положительно, а от количества отработанного времени отрицательно, причем она не линейная. То есть я буду считать, что для работника труд это в каком-то смысле страдание. То есть он, с одной стороны, он, конечно, получает возможность потреблять, но при этом ему свободное время тоже нужно. И поскольку увеличение продолжительности рабочего дня снижает рабочее время, время отдыха, то это будет отрицательная полезность. И тогда у меня получается... А кто такой B и почему он поделен на два? Это просто произвольный коэффициент или я что-то... Это просто параметры, которые описывают отдельные веса. Как бы значимость предпочтения для потребления и для труда. То есть мы вводим некую общность в этот анализ, подразумевая, что разные работники могут ценить относительно друг друга потребление и рабочее время по-разному. А B делится пополам потому, что, во-первых, удобно брать производную, там двойка сократится, это первая мысль. А вторая, что нам не важно, каким образом мы запишем параметры. Вы представьте, что я бы написал B. Я бы мог его переписать как некий B' пополам. И ничего бы от этого абсолютно не поменялось. Понял. Окей. Получается вот такая задача. И что я делаю? Я беру бюджетное ограничение, подставляю функцию полезности и получаю, что мне нужно максимизировать эту функцию теперь только пайл. Это квадратичная функция, максимизировать ее приятно и легко. Надо просто посчитать производную пайл. сейчас мы это и сделаем. Возьму паузу, если кто-то пишет на конспект, то пишите. Переписывайте формулу. А почему мы вообще изначально берем функцию полезности L как квадратик? Потому что нам нужна нелинейная зависимость. У нас, смотрите, у нас потребление и рабочее время не являются совершенными субститутами в этой модели. Если бы я написал линейную зависимость, они были бы совершенными субститутами, что не очень верно на самом деле. А вот они бы связаны более сложно. Почему я выбрал именно такую функциональную форму? Ну просто для примера. То есть на самом деле можно функциональную форму для функции полезности выбрать любую подходящую. При условии, что потребление дает положительную полезность агенту, а труд дает отрицательную полезность. В тех задачах, которые будут на семинаре, там по-моему коп-дугл даже возникает в какой-то момент. Но мне нужна просто иллюстрация здесь. А так в принципе можно описывать эти предпочтения очень по-разному. Ну и давайте просто найдем тогда условия первого порядка для этой функции. Здесь просто получается простое решение, которое легко рассказывать, не прибегая к доске. То есть если я продифференцирую, я получу AW-BL. И отсюда я просто могу посчитать предложение труда. То есть предложение труда это соотношение констант А на Б умножить на ставку заработной платы. То есть получается, что теперь в нашей ситуации у нас количество предлагаемого труда зависит от ставки заработной платы. Раньше оно не зависело, теперь зависит. В Кобе-Дугласе оно тоже зависит не будет, но по другим причинам. Там эффекты дохода, эффекты замещения компенсируют друг друга, но про это на семинаре поговорим. Мы можем посчитать потребление отсюда, то есть умножить количество труда на ставку заработной платы получится А делить на Б W в квадрате. И в общем здесь ничего особенно интересного больше не происходит. Получается линейная зависимость количества предлагаемого труда от ставки заработной платы. Ну, я нарисую это просто на графике. Тоже ничего замысловатого, спрос-предложения, они пересекаются между собой. У нас получается равновесие. Значит, в чем недостаток этой модели? Смотрите, если мы вернемся к первому самому семинару, когда мы начинали разговор с того, что вспоминали, что такое равновесие в экономике, мы обсуждали, что точка равновесия это такая ситуация, когда у нас одновременно оба агента на стороне спроса и на стороне предложения решают оптимизационную задачу, и мы это только что видели, у нас в основе спроса и предложения лежали оптимизационные задачи, но при этом еще в точке равновесия у нас совпадают стимулы экономических агентов. То есть никто в одностороннем порядке, никто не хочет ничего менять. И если интерпретировать теперь вот эту модель равновесия с точки зрения рынка труда, то получится, что все, кто хотят работать при этой ставке заработной платы WSS звездочкой, они работу найдут. И каждая фирма, которая хочет нанимать труд по этой ставке заработной платы, тоже своего работника получит. Те, кто не готов работать по этой ставке заработной платы, для кого она слишком маленькая, и те, кто не готов нанимать, для кого она слишком высокая, они с этого рынка вообще уйдут. То есть, если мы вернемся теперь в нашу классификацию безработицы, не безработица, а рабочей силы, где она там была, далеко. Смотрите, получается, что в равновесии все, кто не получают работу, они оказываются в прямоугольнике под названием non-participants. То есть, у нас не возникает в этой модели ситуация, при которой человек хочет работать, ищет работу, но по какой-то причине не может ее получить. То есть, модель простая, она действительно дает нам какое-то решение относительно оптимальной ставки заработной платы, равновесной, вернее, ставки заработной платы и равновесного предложения, и равновесного количества труда. Но при этом она не дает того, что называется involuntary unemployment, то есть вынужденная безработица. Вот она даже там выделена в третьем пункте жирным шрифтом. Почему это важно? Ну, потому что мы только что видели на графике, что на самом деле безработица есть. То есть, люди ищут работу, но по какой-то причине ее не получают. И поэтому involuntary unemployment в этой модели не возникает. И это проблема. Тем не менее, involuntary unemployment, вынужденная безработица, мы можем получить все тем же самым способом, предположив, что у нас есть минимальная заработная плата, которая находится выше равновесного значения. То есть, вот если у нас есть государство, которое установило такую минимальную заработную плату, или если есть профсоюз, который добился повышения заработной платы до этого уровня, то в этом случае вынужденная безработица возникнет. Почему? Потому что ставка заработной платы высокая, значит, много людей хотят предлагать свой труд, хотят работать. И поэтому точка на кривой ЛС, то есть на кривое предложение труда, находится правее, чем точка на кривой спроса на труд. И далеко не все фирмы хотят нанимать при такой ставке заработной платы. Возникает excess supply, избыточный спрос. То есть, такой рынок у нас будет находиться в неравновесном состоянии. И единственный способ в этой модели получить involuntary unemployment, вынужденную безработицу, состоит только в том, что нам нужно каким-то образом переместиться вот в это самое неравновесное состояние. С чисто теоретической, с модельной точки зрения, нам было бы приятнее, конечно, работать с моделью, в которой есть состояние равновесия. То есть, если бы мы могли получить безработицу, в которой вот этот самый involuntary unemployment, модель, в которой involuntary unemployment, был бы равновесным исходом, это было бы приятно. И, собственно, вот такие модели мы и будем строить в дальнейшем. Почему еще важна involuntary unemployment? Ну, потому что, для примера, вот я вам могу привести такой график. Это график безработицы в США во время Великой депрессии, начиная с 29 по 42 год. И на пике депрессии, около 33 года, вы видите, что примерно четверть населения на самом деле входила в involuntary unemployment. То есть, она была вынуждена безработной. Если вы читали, допустим, роман «Гроздь и гнева» Стейнбека, то там все эти злоключения несчастных безработных фермеров, они совершенно красочно описаны, замечательно, как они скитаются по стране в поисках этой работы. И если мы действительно бы верили вот в эту равновесную модель, то есть считали бы, что она действительно описывает рынок труда, то получалось бы, что вот эта огромная 25-процентная безработица во время Великой депрессии, это как бы не Великая депрессия, не Great Depression, а как написано в заголовке Great Vacation, Великие каникулы. То есть, люди по какой-то причине решили добровольно не работать, уйти из состава рабочей силы. Собственно, экономисты, которые анализировали рынок труда, они иронизировали в том числе над экономистами и классиками именно в этом отношении. То есть, в классических моделях получается, что у нас на самом деле никакой безработицы нет, есть только эти Великие каникулы. И, видимо, что-то с этими моделями не так. Так, ну и последнее, наверное, что я здесь скажу тогда, это то, что я, наверное, успеваю больше, я ничего уже не успею, что когда мы будем в дальнейшем рассматривать вынужденную и невынужденную безработицу или добровольную безработицу, мы будем соотносить мотивацию человека работать с некоторой его резервной полезностью. Во втором абзаце, оно даже выделено жирным, то есть мы предположим, что у человека есть какая-то альтернативная опция не работая, а получать, тем не менее, доход. Но самый стандартный вариант в развитой стране – это пособие по безработице. То есть, на самом деле, если анализировать рынок труда с точки зрения вот этой резервейшной утилити, то понятно, что для того, чтобы человек захотел работать, ставка заработной платы должна быть выше, чем пособие по безработице, иначе нет смысла просто работать. Тогда он просто уйдет из состава рабочей силы. И вынужденная безработица возникает в тех случаях, когда ставка заработной платы, равновесная на рынке, оказывается выше, чем вот этот резервейшн утилити. То есть это можно, в принципе, даже взять из-за определения вынужденной безработицы. Если у человека резервейшн утилити достаточно высокая, и ставка заработной платы его не устраивает, он перестает искать работу, уходит из состава рабочей силы. Тогда в этом случае мы получаем добровольную безработицу, инвалиду, реанимплоймент. И кроме пособия по безработице, на самом деле, резервейшн утилити может включать вообще все, что угодно. Ну, например, удовольствие от отдыха. Человек, не знаю, взял каникулу на год, уехал на Бали медитировать, искать себя и смысл жизни. Или, допустим, один из супругов работает, другой не работает. Он занимается домашним хозяйством. Это тоже создает какую-то ценность, это важная работа. Или это доход, который получается за пределами формального найма какой-то компании от свободной профессии, или от самозанятости, или от чего-то еще. То есть сюда можно, на самом деле, включать совершенно разные опции, которые описывают другой вариант поведения, другой вариант выбора работника, который решает, работать ему или нет. Вот. И давайте я на этом месте остановлюсь тогда и продолжу в следующий раз. Дальше мы будем обсуждать модели, которые показывают, как возникает вот эта вынужденная безработица в состоянии равновесия. Мы поговорим и про профсоюзы, и про модели поиска, и про стимулирующие безработицы, и про прочие замечательные вещи. Спасибо большое. До свидания. До свидания. А можно вопрос? Да. Вы за сегодняшнюю лекцию неоднократно упомянули так называемые свободные профессии. Это кто и почему они не включаются в состав рабочей силы? То есть в моем понимании самозанятые тоже должны быть в составе рабочей силы, просто как другая организационная единица, нет? Ну, обратите внимание на формулировку, я там ее тщательно выбирал. Я всегда, когда упоминал свободную профессию, допустим, художника или музыканта, я всегда говорил попутно еще, что помимо формальной занятости в компании. То есть у меня вот эта формулировка там фигурировала. То есть да, формальная статистика самозанятых тоже включает рабочую силу, но здесь мы рассматриваем вот в этих моделях систему найма. То есть не свободную работу, а систему найма. У нас вот это, в принципе, очень вспомнил, найма в компании. Поэтому я все время после свободной профессии делал оговорку, что это вот за пределами формального найма, за пределами трудового договора. То есть, условно, если у нас есть какой-нибудь, ну, самозанятый, я думаю, ИП туда тоже войдут. То есть эти модели их не будут описывать? Ну, я бы сказал так, что эти модели будут описывать тот кусок безработных, которые возникают из-за того, что человек не занимается свободной профессией или бизнесом, но не может пройти на работу по профессии в формальном секторе. То есть он хочет наняться, но не может. Для этих людей эти модели работают. Понял, все. Спасибо. До свидания. До свидания.